Продолжение следует... 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 номер три, который, кстати, и в настоящее время удерживает лидерство. Трудовую деятельность начал старшим инженером-технологом, а в 1981 году был назначен начальником нефтепромысла. Продолжение следует... А именно, мы в настоящее время остановили высокообладненные скважины, после чего заменили электродвигатели, большие мощности на маломощные, это где-то 13 скважин. Потом произвели уроновешивание станков-качалок, где мы тоже намного выиграли экономию электроэнергии. Также ведется работа по экономии материалов. То, что раньше мы использовали очень много ремней, канатных подвесок, в настоящее время мы на это обращаем очень большое внимание и стараемся экономить. Ну и экономия других, именно транспорт. По транспорту тоже идет большая экономия. Мы раньше не взбирали, просили транспорт и использовали иногда и не по назначению. Но в настоящее время с каждого мастера ведется учет о транспорте. Каждая техника записывается, сколько отработано и получать то, что отработано. Мы не стараемся брать лишнюю технику и хотим работать меньше техникой и большей отдачей. Плюсы вот режимной экономии, они уже ощутимы, да? Да, в настоящее время мы где-то сэкономили более 250 миллионов рублей. А годовой у нас 900 миллионов рублей. Мы, наверное, до конца года мы эту цифру выполним. Рашид Сахевич, как мы видим, здесь у вас природа очень красивая. 1995 год объявлен годом экологии. Что делается по этому вопросу? И вообще, как у вас строится отношение с колхозами нашего района? С колхозами нашего района в настоящее время очень хорошие. Мы стараемся помочь им, и они стараются помогать нам. Не так, как было раньше. Раньше, значит, мы жили как-то отдельно, не старались очень помогать. Колхозы жили сами по себе, мы сами по себе. И дружбы почти с сельскохозяйственниками и производственниками почти не было. Но в настоящее время вот с переходом на другую структуру, а именно, значит, с приходом на власть нашего, на жизнь Загида Шадзиязова, намного изменило наше отношение с сельскохозяйством и производственником. Мы теперь стараемся помогать им, и они... В этом году мы, значит, им на посевную дали пять единиц, также помогли рабочей силой колхоза большевик. Ну и в дальнейшем, наверное, думаю, будем жить так же, дружно. И в социальных вопросах вы оказываете им большую помощь? Ну, в социальных вопросах, конечно, оказываем. В этом году мы организовали завоз учеников деревень Андреевка, Югомаш, Салихова до школы и обратно, так как они в весенний поводок не могли ходить пешком. Ну, мы в этом вопросе им помогли. Ну, так же в других сферах помогаем мы. Вот, водой, обеспеченный водой, деревня Ямада полностью почти обеспечена питьевой водой от нашего родника. Ну, вот и проблема обеспечения водой Андреевку. Тоже хотим с нашего родника. Ну, для того, чтобы делать, очень много работы надо провести. Провожить трубопровод, установить емкости. Ну, много работы. Мы, как и так, с каждым годом вопрос экологии все жестче и жестче. Мы в этом вопросе работаем немало. В прошлом году мы заменили более 24 километров нефтепроводов от скважин. В этом году тоже мы намечаем где-то 17. Если мы решим эти вопросы, то у нас экологический вопрос будет намного лучше. Скажите, пожалуйста, благодаря чему вам удается удерживать стабильное положение нефтепромысла? Стабильное положение нефтепромысла, во-первых, удерживает то, что мы все-таки хотим вернуться к старому. Старый медруководство вроде было намного лучше. Раньше у нас на промыслах, значит, все службы были на промыслах. А именно, значит, подземники, электрики, сесаря были на промыслах. После вот этой реорганизации структуры у нас остались только добытчики на промыслах. Но после этого, значит, работа действительно была не так поставлена, как раньше. Я добился своего, о том, чтобы сесарей перевели на промысел. После чего перевода сесарей на промысел, работа пошла намного лучше. Это каждому ясно, когда работа идет под единым началом, работа спорится. И в настоящее время можно бы говорить по экономическому точке зрения, то, что вот перешли вот это в нашу ВНГДУ, СМУ, дорожники под единым началом. Это вроде бы и налогополитик потолкнул на это. Но и с другой стороны, действительно, мы переходим к старой системе работы. Это намного лучше. Когда в беседе начальник нефтегазодобывающего управления Краснохолмский нефть Юрий Гаврилович Пензин сказал о том, что для работающего человека проблемы в национальных отношениях не существуют. Лишь бы хорошо делать свое дело. А со своей работой Рашид Сахиевич справляется с честью, потому что он любит свою профессию. Профессию нефтяника выбрали также все пятеро братьев и сестер Хасановых. Да и дети тоже пошли по стопам родителей. Около ста человек объединяет многонациональный коллектив нефтепромысла. Среди них русские татары, башкиры, утмурты и представители других национальностей. Хорошими показателями работает, как было уже сказано, коллектив участка номер 3, который руководит Шейхуддинов Ахамид Шареддинович. Также тепло отзывается Рашид Сахевич об операторах Аймурзине Решате, Ахмедзианове Анатолии, сварщики на Дершине Ульфате, которые обеспечивают устойчивую работоспособность фонда скважин. Хвалят здесь и своих поваров. Более 70 человек кормят столовые нефтепромысла. Готовят они отменно первые и вторые блюда, овощи свежие и хлеб у них свежий, новоиспеченный. На автотрассе Ена-Олч-Турман, ближе к нефтепромыслу, мы увидели новую красочную стеллу. Есть у нас стеллы на татарском, русском языках, а вот на башкирском появилась недавно. Она появилась благодаря Рашиду Сахевичу и коллективу нефтепромысла. Твое счастье в твоих же руках. На земле, где ты живешь, она с тобой, оно рядом. Своё счастье нашел Рашид Сахевич далекими на уле. Оттого, может быть, оно и дороже. Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передачи под рубрикой «За здоровый образ жизни». Пьянство, алкоголизм. К сожалению, эти слова нередки в нашем обиходе. Причем заражает алкоголь все больше и больше людей. Нередко на улицах средь бело-рабочего дня можно встретить пьяных, праздно шатающихся людей. Побывали в медицинском вытрезвителе наш собеседник, капитан милиции, начальник медицинского вытрезвителя, Фаттахов Рамиль Ахметьянович. Главой администрации принято постановление, от 29 мая под номером 17, в котором говорится, что за последние два года в районе употребления спиртных напитков на душу населения возросло почти в 3-4 раза. На почве пьянства крайне обстрелась криминогенная обстановка. Увеличилось количество умышленных, неосторожных убийств, летальных исходов от отравлений алкоголем, увечий, краж, разбойных нападений. Растет число ДТП, управление транспортом и сельскохозяйственной техникой в нетрезвом состоянии. Практически становятся нормой. Все больше втягиваются в употребление спиртных напитков молодежь, девушки, дети. В целях усиления борьбы против пьянства и алкоголизма, в порядке реализации районной программы по укреплению общественного порядка и дисциплины, постановляю разрешить торговлю виноводочными изделиями в торговых точках всех форм собственности в рабочие дни только с 10 до 18 часов. Запретить отпуск виноводочных изделий несовершеннолетним. Запретить на предприятиях общественного питания и всех форм собственности в столовых, кафе, буфетах отпуск виноводочных изделий в розлив распитие гражданами спиртных напитков. На проведение гражданами семейных вечеров, организациями юбилейных мероприятий, с употреблением спиртных напитков необходимы согласование руководителя предприятия общественного питания и заявителя в городе с отделом внутренних дел администрации на селе сельской администрации. Контроль за соблюдением установленных правил торговли в соответствии с данным постановлением возложить на отдел внутренних дел администрации к нарушителям принимать меры в соответствии с законодательством. А сейчас мы беседуем с врачом-психиатром-наркологом Садрисламовой Фаузиой Фадхол-Баяновной. Камский психоневрологический диспансер. Наркологические больные сейчас лечатся добровольно и по нашим путевкам сами поступают туда. В последнее время знаете, что ликвидированы ЛТП и принудительное лечение также ликвидировано. Но оно очень бы было нам необходимо. В последнее время очень много поступает больных реанимационное деление с последствиями алкогольной интоксикации, то есть отравление алкоголем и его суррогатами. Например, чимеричной водой. И некоторые больные в состоянии алкогольного опьянения употребляют различные предметы бытовой химии. Например, дихлофоз, даже крысиный яд употребляют. И бывали даже смертельные случаи. В этом году уже поступило более 40 больных с алкогольной интоксикацией и с явлениями отравления алкоголем. Из них 7 человек умерли. Хронический алкоголизм, конечно, коварное заболевание. Не каждый алкоголик признает себя алкоголиком. Это так называемая алкогольная анозагнозия. Многие нам говорят, что он может сам остановиться, не надо его посылать в социнар, а сам продолжает злоупотреблять алкоголем. Потому что такие люди уже потеряли и ситуационный контроль, и коричневый контроль. И некоторые напиваются до безобразного состояния. Наверное, видели, под заборами валяются так ведь, которых подбирают работники милиции. В метр вытразители обычно их отразляют. О вреде хронического алкоголизма знают многие. Это не только алкогольная интоксикация, смерть. Много самоубийств совершают алкоголики. Уже в этом году несколько десятков человек покончили жизнь самоубийством. И все это в состоянии алкогольного опьянения. Есть специальная область науки, суицидология, которая подсчитывает результаты, в каком состоянии человек покончил с собой. И чаще всего это алкоголики или употребившие алкоголь. Один раз в таком непотребном количестве. Затем, значит, вот к нам приводят на свидетельствование водителей, которые были участниками, виновниками дорожно-транспортных происшествий. И чаще всего это люди, которые хотя бы раз употребили алкоголь. Или после однократного употребления алкоголя. Так как даже однократное употребление алкоголя приводит к нарушению координации движений, к нарушению внимания. Концентрации внимания ослабевает. И человек уже не полностью оценивает создавшуюся ситуацию. Затем, семейные, значит, последствия употребления алкоголя. В семьях алкоголиков часто рождаются люди, дети с уродствами. Это могут быть мозговые грыжи, незаращенная верхняя губа. Это вот заячья губа называется. Волчая пасть. Это незаращение твердого и мягкого неба. Это вот физические уродства. Но еще страшнее психические последствия. Много детей в семьях алкоголиков являются олигофренами. Во время лечения больных в стационаре приходилось говорить больным, что вот так-то в семьях алкоголиков рождаются больные олигофренией. Больные отрицали такое. Но когда я приходила во вспомогательную школу, многие дети носили фамилии тех алкоголиков, перед которыми я проводила беседы. Рост числа алкоголиков. Это ведь к тому, что на одного учтенного алкоголика есть 3-4 неучтенных. Вот в прошлом году у нас было 493 алкоголика на приеме. На конец года состояло 563, а за 6 месяцев мы уже взяли 14 алкоголиков. Из них 4 больных с алкогольным психозом. И расчет количество больных женщин. На учете сейчас у нас больше 50 женщин. Может, на это влияет и социальное состояние общества, вернее, социальная обстановка. Но ведь прежде чем взять рюмку, человек должен задуматься, пить или не пить. Люди не думают, что им грозит развитие заболевания. И пьют. Вначале одну рюмку, потом другую. Но, как говорят, с каплей начинается море, также и с рюмки начинается заболевание. Особенно страшно употребление алкоголя детьми и подростками. Формирование заболеваний у детей и у подростков заканчивается через 1-2 года. Уже необратимые изменения в организме происходят. Заканчивая свое слово, я призываю, прежде чем взять в руки рюмку, задумайтесь, что вы принимаете. Или лекарство, или яд. И к какому итогу, к какому финалу может привести вас эта рюмка. Редактор субтитров А.Семкин